17-летний тольяттинец Богдан Пахнин, он в голубом кимоно, уже входит в сборную юниоров Самарской области по самбо. Следующая цель – добиться права представлять 63-й регион на турнирах дзюдо. Первый поединок с соперником из Сызрани складывается непросто. Спортсмены не уступают друг другу в мастерстве. Исход решается за минуту до окончания схватки. Ипон, или на языке дзюдо, чистая победа. Тольяттинец благодарит за нее отца, подсказка которого помогла выиграть. У меня папа кричит, делай болевой. Я взял руку и сделал болевой. Как оцениваешь противника, его подготовку и к чему удалось победить? Я с ним уже встречался. По лучшему стал бороться. Намного. В прошлый раз я выиграл с большим отрывом, а сейчас тяжело было. Надо в двойке быть. В двойке? Да. Задачу минимум Богдан выполнил. Он стал серебряным призером первенства в весовой категории 66 килограммов среди юниоров, уступив только кандидату в мастера спорта из Самары Максиму Алямкину. Единственное золото, которое увезли в Тольятти спортсмены сильного пола, добыто в весовой категории свыше 100 килограммов. В остальных победу праздновали дзюдоисты областной столицы. Среди лучших у девушек были не только самарчанки и тольятинки, но и спортсменки из Смышляевки и Ставропольского района. Впереди у победителей окружные и всероссийские соревнования. Заветная цель многих – представлять страну на международных турнирах. А как мы выглядим на всероссийской арене? Ну, достаточно неплохо. В основном, конечно, у нас представленных в сборных командах – это девушки, но есть и парни, которые представляют девушек побольше. Почему-то именно мальчишки увлекаются больше компьютерами, гаджетами, всеми этими, и затащить их на тренировочные татами очень тяжело. А девчонки у нас более настойчивые и упорные, поэтому они добиваются большего. Следующие крупные соревнования – первенство Приволжского федерального округа – пройдут в феврале. Сборные Самарской области поедут в Пензу и Балаково.